здравствуйте уважаемые весы это прогноз для вас на период июня 2018 года которым я постараюсь рассказать о том чем стоит заниматься в этом месяце для вашего солнечного знака что в общем то стоит продолжать на что вообще не стоит даже тратить свою энергию потому что скорее всего в этом месяце навряд ли этот процесс может быть запущен ваш управитель планета венера ведет себя достаточно интересно в этом месяце в связи с тем что половину ровно половину июня она находится знаке рака ровно половину июня вторую часть находится во льве ну то есть получается что первую часть этого месяца сообщает вам большую эмпатичность чувствительность может быть даже слишком сильное беспокойство эмоциональность а во вторую часть месяца явно наделяет вас большими амбициями большим творческим потенциалом и вообще больше вас подвигает к тому чтобы деятельность какую-то свою развитие к сожалению это не совсем каким-то образом сопоставимо с ситуации на небе потому что в это время как раз таки тот самый марс который у нас отвечает за активность инициативность переходит в свою вот такую стационарную фазу как раз таки во второй части июня а потом даже ретрограде поэтому основная часть активной скажем так ситуации вашей жизни наибольшей наибольшей динамики она придется на время когда марс будет это все стопорить но тем не менее все равно июнь может вам помочь в продвижении многих ваших дел и в первую очередь вы должны не забывать что начало июня исключительно для вас благоприятное несмотря то что венера немножечко в этом случае дает вам слишком много эмоциональности беспокойства и внутренней какой-то нестабильности даже сомнений тем не менее сама по себе она достраивает очень хороший аспект между юпитером и нептуном о котором я говорю уже очень очень много раз и упоминала его в общем прогнозе и говорит о том что в общем-то первые там два три даже четыре дня июня это время когда ваши дела спорятся полностью вы прекрасно себя чувствуете у вас хорошее настроение у вас очень хорошее самочувствие и к вам приходит обстоятельства которые дают вам возможность разрешать многие даже застарелые вопросы и те вопросы в которых вы уже и не чаяли какого-то продвижения в общем если у вас что-то в жизни тяжелая какая-то ситуация сложная то в общем-то рассчитывайте на то что первая часть июня первые там шесть пять дней могут сильно помочь в том чтобы эту ситуацию разрешить и даже полностью убрать из вас из из вашей жизни и поэтому в это время стоит назначать те дела которые требуют в общем-то присутствия других людей вашей жизни поддержку от них вообще поддержку обстоятельств то есть вот как бы очень хотелось бы там попасть до в то время и в то место вот как раз это то время и то место с 1 по 6 июня это самые те дни и в это время прекрасно спориться любые дела связанные с вашей личной жизнью от того если у вас есть сложности с личными взаимоотношениями если вы хотите с кем-то наладить отношения или в целом хотите с кем-то сблизиться то первые пять шесть дней это время для сближения для сроднения для такой сердечной теплоты для создания вот этого вот связи душевной между вами и другим человеком а вот период примерно 6 7 июня это время наоборот напряженное когда вы почувствуете серьезное сопротивление среды после легких там первых 5 6 дней прожитых вами в июне это будет скорее всего момент когда на вашей какой-то профессиональной социальной арене на которой вы выступаете хоть кем-то в какой-то роли вы почувствуете просто сопротивление от других людей люди вас будут пытаться каким-то образом сделать зависимыми от себя манипулировать вами и здесь будет достаточно может быть жесткий конфликт который вас очень сильно ранит и даже заставит испугаться и я предполагаю что это то положение при котором вы можете на время потерять состояние вот этой внутренней гармонии баланса которым вы пытаетесь всегда стремиться и даже скажем так самые бойкие из вас могут даже встать на тропу войны и немножечко забыть о том что в общем то они родились по знаком дипломатии гармонии и равенства между людьми но это все достаточно быстро разрешится и как раз таки вплоть до примерно новолуния то есть до 13 числа у вас есть время вернуться к вашему постоянному спокойному положению внутреннему ну как бы гармонии внутренней возродить успокоиться и возродить те отношения которые могут быть за эти два дня как-то испорчены более-менее с гармонизировать отношения с другими людьми например не с ближним кругом с которым вы может быть потеряли связь в эти два дня и заниматься рутинными делами в это время уже марс становится достаточно медленным поэтому каких-то больших перспектив он навряд ли вам даст но в целом все эти дела которые вы планируете просто делать в этом месяце если они не нуждаются в том чтобы что-то новое при этом начинать с кем-то новым знакомиться как бы кого-то вводить свой там личный или профессиональный круг то все рутинные дела вот посвятите где-то 6 7 дней то есть ну примерно с 8 по 13 число этим рутинным делам дальше у нас у вас идет очень интересный период потому что 13 15 число вот эти получается там два-три дня это время когда у вас могут произойти какие-то события реагировать на которые просто ну как бы невозможно пока они не произошли потому что просто не понимаете какая вас могла быть реакция там вам придется применить всю свою скажем так все свои лидерские способности и всю свою мотивацию чтобы взять ситуацию в свои руки и даже на какое-то время прям вот за себя и за других людей понести ответственность потому что венера как раз таки приходит знак льва значит вторая половина месяца уже про то что вашей энергии и вашей мотивации хватает на то чтобы не только решать за себя какие-то вопросы разрешать вашей жизни их творческим путем кстати но также и брать руководство за жизнь на себя за жизнь других людей и вот как раз проверка прям пройдет сразу же при переходе с 13 на 15 где-то июня будет какая-то неожиданная ситуация связанная с явно с тем что появится оппонент вашей жизни или группа оппонентов какая-то такая конкурентная история вот в которой вам придется проявить себя потому что явно будут вас провоцировать на то чтобы вы опять сдали свои позиции это возможно может как как вариант проявиться опять ситуация там шестого седьмого июня которая произошла но сейчас вы уже явно другой позиции более выгодные и вы сможете легко дать отпор кстати вообще период с 15 по 22 июня это время когда как бы на небе разворачивается какая потрясающая картина ситуация уран венера марс и венера марс на узлах в оппозиции к друг другу говорят о том что в нашу жизнь приходят ситуации в которых мы уже когда-то были люди в которых как как с которыми мы когда-то были знакомы или что-то мы уже от них получили эти люди сейчас возрождают ту самую ситуацию нам придется вновь ее решать но совершенно по-новому и решение должно лежать именно в гармоничном ключе создание равенства и партнерства с этими людьми создание договоренностей и в учете их интересов так и так таком же как и нашим то есть это ситуация такого поиска компромисса которым вы скорее всего активно будете заниматься вот всю неделю с 15 по 22 число дальше достаточно спокойный период идет то есть если с 15 по 22 число это вот эти семь дней это время когда у вас будет прямо такая борьба и вам придется в этой конкурентной борьбе оставить свои интересы но при том что если вы действительно уверены в том что вы имеете возможность претендовать на это и в общем-то аргументы имеете достаточно то в целом это время когда вы можете отвоевать очень большой кусок для себя чего-то ну хотя бы уважение авторитета ну а в дальнейшем последние числа июня хорошо для того чтобы строить планы и заниматься не какими-то небольшими проектами вашей жизни ну или просто продолжать их здесь очень много ожиданий ожиданий у вас и много таких планов ну иллюзорного характера я бы скорее на них не рассчитывала что они могут реализоваться в этом месяце и уж тем более под конец его когда марс ретроградный по полнолуние происходит то есть ну скорее всего вам ситуация сама подскажет что на данный момент их стоит отложить в долгий ящик это будет история вашей небольшого расширования внутреннего но в целом если вы правильно оцените ситуацию то вы увидите что поле для деятельности большое и как бы вот то что вы отложили просто открывает вам новые перспективы в том что вы и так делали то есть получается что тут история не про новые проекты а про то чтобы углублять старые так что в целом ситуация достаточно в июне сподвигающие к тому чтобы работать и иметь результат и очень много будет зависеть от того насколько вы мотивированы на этот результат насколько вы сконцентрированы и уверены в том что вам нужно двигаться вперед еще также отмечу что период с 15 по 22 июня достаточно непростой у вас и я прошу вам вас быть более аккуратными за рулем вообще в транспорте особенно если вы будете путешествовать потому что это время когда могут быть какие-то дорожно транспортные происшествия так что берегите себя берегите себя от ударов от ушивов не рискуйте собой понапрасну марс чаще всего несет какие-то острые резкие ситуации поэтому здесь может быть любое повреждение ну физическое я имею ввиду так что опасные виды спорта на это время оставьте я желаю вам крепкого здоровья хорошего настроения прекрасного самочувствия до новых встреч